Здравствуйте, уважаемые зрители Уллправда ТВ. В эфире рубрика «Персона дня». С вами Виктория Черкова. Сегодня мы знакомимся с гражданином Испании. Зовут его Дуглас Ленин. Дуглас, судя по вашему интересному имени, вы из семьи пламенных коммунистов. Расскажите, кто ваши родители, откуда вы родом? Мой отец, гражданин Испании, был вынужден мигрировать в Венесуэлу из Испании в годы диктатуры испанского нацистско-фашистского режима. По прибытии в Венесуэлу он обрел свободу, о которой мечтал, и культурную независимость, достаточную для того, чтобы сформулировать свои политические взгляды, и стал коммунистом. В Венесуэле он был участником группы «Красное знамя» партизанских отрядов и лично познакомился с Че Геварой. Расскажите, как вы оказались в России? Я считаю, что любовь – это высшая сила во Вселенной. Только она способна создать в ней жизнь. Именно любовь привела меня сюда. Я встретил свою нынешнюю жену, мою любимую Татьяну, которая волей провидения живет на родине Ленина. И сейчас, во время этого интервью, мы находимся в санатории имени Ленина. Все вело к тому, что в моей жизни именно это направление стало верным. То есть вы оказались на родине Ленина виной тому любовь, получается. А чем вы занимаетесь? Кто вы по профессии? Расскажите о себе. Я работал в разных областях. На самом деле я военный в отставке. И еще я изучал менеджмент. Мне нравится наука, начиная от математики и заканчивая биологией и химией. Я также был инструктором в небольших спортивных группах. Мне нравится литература. И я даже написал несколько стихов и эссе по художественной литературе. Я часто читаю литературные произведения. Вам не жалко было уезжать из Испании? Там же тепло. Сам я из страны с тропическим климатом. Я гражданин Испании. Но родом я из города Каракас, Венесуэля. Где климат мягкий, теплый. Поэтому я не привык к жаркой погоде. Я не люблю жару. И поэтому мне нравится в России. Почему вы уехали из Испании? Как там вообще настроение? Как к нам к русским относятся? В целом Испания отличная страна. Это замечательная страна с очень хорошей географией, гастрономической и социальной культурой. Но в настоящее время эта страна пришла к тому, что население Испании не располагает ресурсами, необходимыми для ее развития. Для развития семьи, интеллектуального потенциала, труда. Люди, которые достигают определенного возраста, в моем случае 50 лет, уже к 50 годам не могут найти работу. Ситуация очень сложная, к тому же есть много жилищных проблем. И все в определенной степени ненадежно. Конечно, Испания и Европа. Курс один. Как насчет русофобии? Я знаю некоторых граждан России, которые мигрировали в Испанию в течение примерно 15 или 20 лет. Как русских, так и украинцев. Не принимая во внимание нынешнюю конъюнктуру, я замечал преобладающую в западноевропейской культуре ксенофобию по отношению к тем, кто к этой культуре не относится. Например, к русским и украинцам. Особенно если говорить о русских, которые мигрировали в Испанию. Я видел, как они занялись бизнесом, который в итоге развалился, потому что местное население этот бизнес не поддерживало, из-за того, что оно не хочет участвовать в том, что считается плохим. И, конечно, это неправда. Нет, это просто манипуляция СМИ, которая приводит людей к мысли о том, что все русское — это плохо. А это неправда. У России есть большой потенциал, много хорошего, что она может показать своей культурой, своим народом, своими людьми. Но в Испании им не позволяют увидеть правду средства массовой информации, которые искажают реальность. Западная пропаганда нацелена на то, чтобы представить Россию агрессорам, тиранам и злодеям, которые используют в своих интересах слабый народ. Когда мы знаем, что на самом деле это не так, что это акт самообороны, как это произошло в 60-е годы между Соединенными Штатами и Кубой. Итак, сейчас происходит то, что западные СМИ до такой степени манипулируют сознанием и умами европейских граждан, и, в частности, граждан Испании, что искажают понимание хорошего и плохого в сознании людей. Они не дают возможности узнать правду обо всем, что происходит. И это уже касается не только военного конфликта, который происходит между Россией и Украиной, но и общего видения событий, из-за проблем, которые мы наблюдаем во всем мире прямо сейчас. Африка показывает нам, что народ, мир пробуждается, новое сознание движется к новому, многополярному миру, а не только к гегемонистской стране, которая хочет доминировать во всей экономике, культуре, образе жизни, мышлении, населении всего мира. Насколько я знаю, вы человек религиозный, с традиционными ценностями. Хотелось бы уточнить, насколько возмутительна ситуация в Испании именно с нетрадиционной любовью, с ее пропагандой. Это действительно шокирует родители и представители самых разных наций, самых разных народов, честных людей, трудолюбивых людей и людей, которые с уважением относятся к семье. Эти люди очень плохо воспринимают ситуацию с ЛГБТ-группами, как это происходит сейчас. Приоритет отдается правам ЛГБТ, а не право детей расти в здоровой среде, где укрепляются семейные и традиционные ценности. Так что эти ЛГБТ-группы вошли в культурную, политическую и экономическую среду просто ужасным образом. Изменив законы, в которых теперь отдается предпочтение гомосексуализму, отдается предпочтение всему, что разрушает семью. Да, и они манипулируют детьми со школьной скамьи. Они заставляют родителей прививать детям к культуру, чуждую, той, которая действительно является основой для процветания семьи и человечества. Что касается ЛГБТ-групп, они грубо притянуты к идеологии европейского общества, особенно в Испании, и это очень неправильно. Они могут пользоваться свободой самовыражения, конечно, но им не нужно побуждать детей совершать такие поступки. Дуглас, вы переехали в Россию. Что вам больше всего нравится из бытовой культуры? Может быть, блюда какие-то любимые уже появились? О своей родине я могу сказать вам, что у нас просто отличная гастрономическая культура. В Испании кухня просто впечатляет, а особенно в городе, откуда я родом. В Вига, Галиции, где очень богатая кухня. В России мне очень нравится хлеб. Мне очень понравился у вас красный суп, борщ, который готовит моя свекровь. Он очень вкусный, а еще замечательные салаты. Мне очень нравится видеть, как люди многое делают для своей малой родины, как родители ходят в школу и участвуют в разных кружках со своими детьми, как весной все убирают улицы, сады, чтобы сохранить природу. И все это происходит в очень веселой, жизнерадостной атмосфере, заботой друг о друге. И мне это очень понравилось. Я хотел бы, чтобы это было перевернено всем другим нациям, чтобы люди объединились, чтобы вместе работать над своими целями, своими мечтами, для благополучия будущих поколений. Это впечатляет, и мне это очень понравилось. Вы уже учите русский язык? Он как вам дается? Русский язык очень богат. Мне очень понравились некоторые слова. Почему? Это язык, пришедший из древнего иврита, из языка, на котором говорил Иисус. И он является богатым и многогранным культурным достоянием. Если мы тщательно изучим, что означает каждое слово, то есть этимологию слов. Изучая русский язык, я понял этимологию некоторых слов, которые действительно расширили мой кругозор. То есть, каким бы трудным ни казалось слово, нам просто нужно найти его смысл и вернуться к древней культуре для того, чтобы найти значение многих красивых слов, которые используются в русском языке и которые в других языках звучат совсем по-другому. Это меня очень удивило. Я продолжаю учиться еще больше, и для этого нужно приложить много усилий. Но, слава богу, я добиваюсь прогресса. Мало по-моему. Я смотрю, вы очень-очень очарованы Россией, горячо любите нашу страну. А вот почему наши ребята, например, ну, из всего мира тоже, прям все стремятся в Европу? За какими такими благами они якобы едут? Вчера я смотрел документальный фильм о мигрантах в Нью-Йорке. Это не Европа, но я собираюсь привести это в пример. Почему СМИ говорят о том, что предприниматели приглашают молодых людей на работу в Европу, Францию, Германию, когда там такие же граждане не могут содержать себя на существующие зарплаты? Они добиваются, чтобы умы, обогащенные культурой и учебой в университетах таких стран, как Россия или других стран, мигрировали в эти места и работали в качестве рабов за мизерную зарплату. Эти страны нуждаются в дешевой рабочей силе, в современном рабстве и вводят в заблуждение населения с помощью средств дезинформации. Такие средства массовой информации это средства дезинформации, так что, когда эти люди туда попадут, они будут вынуждены интегрироваться в нестабильную систему, которая не даст им тех же преимуществ, которые есть в России. Просто им продали американскую мечту. И когда они добираются туда, они понимают, что такой мечты не существует, это кошмар. Тогда они обнаруживают, что им приходится работать за гораздо меньшие деньги, чем они думали, на рабочих местах неприемлемого уровня с 14 или 12-часовым рабочим днем, когда по закону должно быть 8 часов, верно? Я видел это очень много раз и со многими мигрантами из разных стран, прежде всего с хорошо подготовленными людьми, людьми, которые учились, которые выкладывались по полной, которым им родная страна, как в случае с Россией, предоставила образование бесплатно. Люди начинают приезжать туда, а предприниматели обогащаются за счет жизни этих людей, которых они обманули, которыми манипулируют средства массовой информации. И дело в том, что всегда есть тот, кто в кавычках говорит или комментирует в социальных сетях, что он живет хорошо. Но это всего лишь фантазия, это всего лишь иллюзия, это просто уловка, чтобы люди с высоким уровнем подготовки поехали туда работать. Они не принимают африканских мигрантов, их не принимают в Европе. Но при этом тамошние работодатели хотят, чтобы мигранты, получившие образование в лучших российских университетах, приехали и влились в их трудовые коллективы, получая при этом меньшую зарплату и в целом худшие условия жизни. Западные страны принимают или привозят мигрантов из других стран, причем стран с противоположным им политическим курсом. Они хотят, чтобы люди, которые уезжают из России или с Кубы, или с Венесуэлы, например, из коммунистических стран или из социалистических стран, приехали в Европу и сказали, ого, мы теперь живем в мире, где у нас есть свобода развития. И понятно, что эти люди собираются голосовать за партию, которая приняла их в стране, а количество поддерживающих левое крыло уменьшается. Этими политиками приветствуются эмигранты из стран, придерживающихся другой идеологии, чтобы они могли снова победить на выборах. И таким образом сохранить свой статус. Это происходит не только в сфере трудовой миграции, но и по политическим причинам при попытках привлечь людей из других стран, чтобы усилить правые нацистские группы против свободных народов планеты. Интересная беседа получилась с Дугласом Лениным. Это была рубрика «Персона дня». С вами была Виктория Черкова. Увидимся в эфире. Продолжение следует...